Немедленное реагирование сотрудниками групп задержания подразделения вне ведомственной охраны Федеральной службы войск Национальной гвардии на совершаемое преступление, а именно угон автотранспорта, находящегося под охраной ведомства, было отработано в ходе учебной тренировки. За действиями дежурных расчетов при поступлении тревожного сигнала наблюдала Фатима Даурова. Привокзальная 44, автомобиль Киарива, гос. номер Валентин, 241, Наталья Татьяна, 09 регион. Охрана транспортного средства от угона и несанкционированного вмешательства осуществляется посредством передачи тревожных сигналов по выделенным каналам связи на пульт централизованного наблюдения вне ведомственной охраны Управления Росгвардии России по контракту. Врачаево-Черкесии для незамедлительного реагирования нарядами групп задержания в целях пресечения преступлений. Дежурный в реальном времени видит на мониторе движение угнанного транспортного средства и координирует экипажи полиции для его задержания. Автотранспортное средство мониторится специальной системой в любой части нашей Родины. Автомобиль принимается под охрану у нас, но также его мониторят в других субъектах Российской Федерации. Цель сегодняшней тренировки – обучение приобретения сотрудниками нарядов навыков к действиям при осложнении оперативной обстановки, в особых случаях и при чрезвычайных обстоятельствах на охраняемых объектах. Условно угнанный злоумышленникам автомобиль был заблокирован двумя нарядами дежурных расчетов. Своевременность прибытия по сигналу тревога в приоритете, как и обеспечение скрытого подъезда и правильного места остановки транспортного средства. После проверки документов и тщательного досмотра автомобиля сотрудник вневедомственной охраны докладывает. Машину осмотрели, досмотрели документы, проверили, ничего не нападало, все в порядке. Приняло, хорошо, отъезжайте. Высокий уровень защиты транспортного средства достигается за счет применения надежной, быстрой, отработанной до мелочей схемы работы сотрудников вневедомственной охраны. В качестве оказываемых услуг удостоверился владелец автомобиля, который сегодня был в эпицентре учений. Среди множества просто выбрать тяжело было. И мне посоветовали, вот если у нас Росгвардия, оказывается, они оказывают такие услуги. Я был удивлен, но решил попробовать. Стоит это не сильно дорого, обслуживание, буквально у них там 6 тысяч чем-то в год. И вот такой результат, что они вот после нажатия кнопки «СОС» буквально там 3-5 минут, и у вас два экипажа. Узнают, что у вас случилось, и могут помочь. Очень доволен, спасибо. У нас сотрудники профессионально подготавливаются, имеют вооружение, и экипировка у них уже боевая. И заступают на службу непосредственно с боевым оружием. Охранный комплекс надёжно защищает транспортные средства. В случае опасности, нажимая на тревожную кнопку в автомобиле, водитель может рассчитывать, что любая угроза будет своевременно пресечена сотрудниками вневедомственной охраны. Фатима Дорова, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.